9 мая в Подольске торжественным шествием и митингом на площади Славы были открыты праздничные мероприятия, посвященные 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 10 утра на площади Ленина идет прямая трансляция парада Победы с Красной площади столицы. Как цитата из прошлого, люди на улице смотрят и слушают то, что говорит и показывает Москва. Настроение в этот солнечный майский день особенное, о Великой Дате возвещает все вокруг. Праздничное убранство города, тематическое оформление центральных улиц, георгиевские ленточки практически у каждого жителя, автомобили с надписями патриотического содержания и бесконечное приветствие и поздравление даже малознакомых людей. Радостное единение горожан. Московский парад Победы продолжают подольчане. Неспеша, стойко преодолевают герои-ветераны неблизкое расстояние. От площади Ленина до площади Славы. Эти люди давно уже научились не замечать трудности, тем более, что в такой святой день не принять участие в параде Победы в родном городе они просто не могли. Над праздничными колоннами гордо возвышается штандарт Славы и копия Знамени Победы. На площади Славы участников шествия встречают криками «Ура!» – искреннее, емкое выражение чувств, переполняющих душу. Открыл торжественный митинг, посвященный Дню Победы глава города Подольска Николай Пестов. Сегодня мы, как и вся наша страна, встречаем самый главный и самый дорогой сердцу каждого человека нашей Родины в праздник – 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По своим масштабам Вторая мировая война не знает аналогов в истории. Она вовлепла в свою орбиту 61 государство – 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств Европы, Азии и Африки, а также на морских просторах. Великие были понесенные за годы войны потери. Страна потеряла одну треть своих национальных богатств. Безвозвратные потери советских вооруженных сил вместе с пограничными и внутренними войсками составили более 8,5 миллионов человек. А общие людские потери нашей страны за годы войны превысили 27 миллионов человеческих жизней. Кому-то сегодня хватает совести продолжать спекулировать над теми наших потерь, их величины, фальсифицировать и ставить под сомнение добытые серьезными исследованиями данные. Бог судя этим людям. Для людей благодарных и порядочных очевидно одно. Мы должны склонить голову перед памятью каждого, кто не вернулся с полей сражений, кто умер от ран, кто погиб в застенках концлагерей, в оккупации, кто надорвался от тяжелейших условий труда в тылу, кто ушел из жизни уже после войны, ушел в вечность достойным представителем поколения непокоренных, ценой своей жизни, завывавших для своих родных и близких, своих сограждан, для будущих поколений мир, свободу и право на счастье. Вечная им память. В Великой Отечественной войне мы сокрушили сильного противника, готовившегося к ней несколько лет, использовавшего богатство и труд покоренных им стран и народов. Но победа советского народа в войне – это не только победа с жизнью над смертью. Это победа интернационализма над человеконенавистической теорией расового превосходства. Это победа патриотизма над фанатизмом. Это победа оборонявшихся создателей над взорвавшимися грабителями. Это победа чести над бесчестьем. Это победа духа над бездуховностью. Об этом не мешает задуматься тем, кто пытается ставить знак равенства между коммунизмом и фашизмом, между государственной системой Советского Союза и гитлеровской государственной и военной машиной. В ходе четырехлетней ожесточенной борьбы врагу не удалось сломить дух нашего народа, который был закален битвой за добро и правду, который в ходе войны вновь обратился к историческим, государственным и православным образом и ценностям, черпованных силу, обретая помощь. В последнее время в обществе обсуждается тема, кто же одержал победу, народ или Сталин. Поднята она, на мой взгляд, искусственно, потому что ответ ясен. Победу одержал Советский Союз и его, многострадальный и героический народ. И хотя государство перестает быть государством без системы государственного управления, Сталин, как руководитель Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, на этот вопрос сам дал тот же ответ после окончания Великой Отечественной войны. Он дал его 24 мая 1945 года на приеме в честь командующих войсками Красной Армии, подняв известную нам из истории здравицу в честь советского и, прежде всего, русского народа, отметив его, народа, руководящее значение и поблагодарив народ за оказанное им доверие советскому правительству, которое оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу народа над врагом человечества, фашизмом. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за вашу великую силу духа, ваш героизм, мужество и стойкость, вашу беззаветную любовь к Родине, вашу общественную и жительную активность, бескорыстие и порядочность, которые вы стараетесь привить сегодня нам, молодому поколению. Низкий вам поклон. Неоценимый вклад в победу внесли и наши земляки. Войны-подольчане отстаивали независимость своей Родины на всех фронтах Великой Отечественной, от Заполярья до Черного моря, освобождали от иго захватчиков страны Европы. Более 10 тысяч наших земляков за бою и заслуги награждены орденами и медалями. 40 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо стали полными кавалерами Ордена Славы. Более 20 тысяч жителей Подольска, женщины, старики и подростки, участвовали в строительстве оборонительных рубежей, трудились в цехах подольских предприятий, делали для фронта снаряды, ремонтировали боевую технику, лечили раненых в подольских госпиталях. Более 7 тысяч наших земляков награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Подольские чтят память тех, кто погиб в те годы. В городе в разные годы установлены памятники погибшим на фронте рабочим завода имени Калинина, электромеханического завода, завода имени Рженикидзе. 17 улиц города имеют названия, связанные с Великой Отечественной войной и ее героями. Открыты мемориальные доски. Имя подольских курсантов носят улицы не только в Подольске, но и в Москве, малорославцы, 30 лет назад в нашем городе открыт памятник защитникам Москвы, легендарным подольским курсантам. 5 лет назад вознаменование 60-летия Великой Победы в город Подольск в числе 14 других городов Подмосковья с постановлением правительства Московской области вознаменованием боевых заслуг был награжден стандартом славы, который сегодня здесь, на этой главной площади, вместе с копией Знамени Победы. Это обновленная площадь, на которой мы сегодня собрались, реконструированный мемориал, дань нашей общей памяти и уважения участникам войны, труженикам тыла, наш вклад в увековечение подвига героев-земляков, отдавших жизнь за Отечество. Выражаю благодарность сотрудникам и руководителям всех городских предприятий и организаций, кто принимал участие в реконструкции главного мемориала нашего города. Пусть этот памятник станет для нынешних поколений символом духовного единства и сплощенности, высоким нравственным ориентиром. С праздником вас, дорогие подольщане! С Днем Победы! Слова поздравлений в адрес ветеранов произнес председатель городского совета депутатов Дмитрий Машков. Уважаемые ветераны, с праздником вас! Храни вас Бог! Дай вам Бог еще долгих лет в добром здравии, тепла ваших семьях, мирного неба над головой и стабильности! С Днем Великой Победы! Слово для поздравлений предоставлено депутату Московской областной думы Николаю Громову. Нести поклон вам, фронтовики, за ваш героизм и мужество на фронтах. Низкий поклон вам, труженики тыла за самодвижный труд. Именно вы заменили на фабриках, заводах, в сельском хозяйстве ушедших на фронт отцов и мужей и работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы». В выступлении председателя городского совета ветеранов Вячеслава Жученко была подчеркнута особая роль поколения победителей, воспитания молодежи в духе патриотизма. Примером мужества и героизма собственным примером воспитывают герои войны своих внуков и правнуков. Мы сделаем все для того, чтобы ваш подвиг жил в веках, чтобы молодежь, которая идет за вами, гордилась теми славными боевыми и трудовыми делами, которые совершили вы. А для этого есть условия все в нашем городе. Мы объединились со школьными коллективами, нас поддерживает духовенство, поддерживает администрация, наше дело за нами, чтобы дело Великой Победы жило, чтобы оно вдохновляло новое поколение на верное служение нашей Великой России. С праздником, дорогие товарищи! С Днем Победы поздравил жителей города начальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации полковник Игорь Пермяков. Мы, от лица воинов подольского гарнизона, заверяем вас, дорогие подольчане, что своей боевой работой, своим радным трудом мы будем достойны вас, памяти наших дедов, прадедов. Справедливо вас, дорогие друзья! Директор средней школы номер 19 Жанна Инбер выразила искренне уважение и благодарность по отношению к защитникам Родины и в прозе, и стихотворными строчками. Листая в прошлого страницы моей израненной страны, как в зеркале, я вижу лица солдат далекой той войны. Я в их глазах читаю память за чей-то крик, за чей-то стон, за чей-то крест, за черный память, за весь погибший батальон. В благочинной церкви Подольского округа протеерей Алексерцев заметил, что День Победы в далеком 45-м году совпал с Днем Празднования Светлой Пасхи, Воскрешения Христова. Символичность угадывалась во многих исторических вехах нашей страны. Верить надо в то, что сегодняшний день несет свет и радость на долгие предстоящие годы. Солдаты Великой Отечественной войны, спасибо вам за ваш героизм, за вашу любовь, за ваш пример. Я желаю вам счастья, здоровья и благоденствия. Вы наша история, золотая история, дорогая история. Живите как можно дольше. Мы вас очень-очень любим. Храни вас всех, Господь. Минутой молчания участники митинга почтили память невернувшихся с полей сражения и не доживших до Дня Победы героев войны. Скорбит о них вся страна, как мать, потерявшая любимых детей. Не приведи Бог повторения подобных страшных событий, нанесших глубокие, незаживающие раны в сердце многострадальной Родины. Об этом беспрестанно будут молиться все поколения ныне живущих. К вечному огню и подножию памятника, посвященным ратному и трудовому подвозу советского народа, возложили гирлянду и пожилые цветы. Жители города поклонились памятнику воинам, погибшим в Афганистане и Чеченской Республике. Торжественный митинг на площади Славы завершился праздничным маршем воинов Фадойского гарнизона. КОНЕЦ